Скорее всего, объективной причиной явилась несостоятельность этого органа, потому что он не был сам для себя внутренне определен и уверен, для чего он создан. Это была организация на волне протеста. Если опять-таки вспомнить литературу, то у Булгакова, помните, когда Берлиозу отрезали голову, и в ресторане все шумели, надо куда-то послать телеграмму. Все кричали, все суетились, говорили, надо послать куда-то телеграмму. Вот координационный совет — это то же самое. Надо что-то делать. Надо каким-то образом принять участие. Создали координационный совет, который что? Если это революционный контролирующий или, будем говорить так, директивный орган, то это должна быть поставлена очень четкая задача. Если вы этой задачи не ставите, а говорите лишь о том, что вы хотите, чтобы все оппозиционные силы действовали в едином ключе, то есть такое ГИБДД в политике. То есть и правые, и левые, и националисты, и я не знаю, бог знает кто, должны ходить строго по тому порядку, который им определит координационный совет. Ну, согласитесь, что сама по себе задача более чем скромная и странная. Поэтому он, как несостоятельная организация без четкой задачи, определяющей и направляющей в будущее, и прекратил свое существование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!